Всем привет, ребятки! Сегодня давайте посмотрим на лучших игроков Купа Америки. Команда турнира, которая есть, которую я выбрал. Первый вратарь Эдерсон. Были возможности еще Мартинеса поставить, но он будет в резерве. Тем не менее, выбрал Эдерсона. Это субъективно. Дальше центральный защитник Атаменди. Оценочка 7.16. Отборы, перехваты. Вы там видите сокращение. Здесь Хинкапи. Не знаю, я его выбрал, но там под центральным защитником очень сложно выбирать, потому что малая выборка. Но тем не менее, пусть будет он. Правый защитник Гуадрада. Это один из лучших игроков турнира, но он в общую команду турнира не попал, к сожалению. Дальше Ступиньян. Оценочка 7.04. Но тем не менее, это лучший левый защитник. Кстати, он играет в Вильереале, так что может всего кто-то и заберет. Ударный сезон. Дальше у нас идет Бариус. Зенит. Лучший разрушитель этого турнира не Каземира, а почему-то Бариус. Но посмотрим, как он в Зените будет играть. Дальше у нас идет лучший полузащитник этого турнира. Ятун. Лучше его никто не отыграл по показателям, которые набраны за все количество матчей. Дальше у нас идет Де Пауэль. Он, кстати, попал в команду Сирия и в команду этого турнира. Единственное, что я выбирал между Де Пауэлем и Пакетой, но выбрал все-таки Де Пауэля. Все-таки чемпион. Дальше Диас. Порту. Ну, неплохой вингер. Играл левый полузащитник, а левый вингер. С другой стороны там бегал Гуадрада. Но они оба на атаку играли. Дальше нападающий Неймар. Но он бы играл ложной девяткой, потому что он отходил назад очень много. Проблемам бразильцев нет нападающих. Или же тренер их не использует. Дальше правый вингер. Наверное, лучший игрок турнира, но финал и полуфинал у него не удался. Реально лучший игрок. Единственное, что вопрос, он бы спорил бы не с Неймаром, а Квадрада. Как по мне. Дальше у нас резерв. Мартинес. Может и за место в основе спорить с Эндерсоном. Это субъективное решение, кого из них поставить в основу. Дальше опорный полузащитник Казимира. Я выбрал Бариус. Но может быть и Казимира. Здесь не все так однозначно по опорному полузащитию конкретно. Теперь у нас идет опять бразилец Фред. Но он ни с кем не спорит в основе. Он все-таки хуже сыграл, чем другие игроки. Он проседал с каждым матчем. Но это физика такая у Фреда. Либо физиология. Следующий по кита. Но неплохой атакующий полузащитник раскрылся неплохо. За Неймаром тащил Бразилию вперед. Именно в атаке пробовал что-то создавать. Потом Вальверде из Реала. Тоже неплохой сезон. Кстати, я думаю уже мальчик дорос до основы Реала. Ну посмотрим, закрепится он в основе на следующий сезон или нет. И Куэва. Тоже неплохой сезон. Оценка не такая высокая. Но вот показатели у него неплохие. Краснодар, кстати, его продавал не так давно. И он за них не играет. Ну, трансферная политика Краснодара требует определенных нюансов и разбирательств. Такая командочка. А это команда организаторов. Ну, по центральным защитникам здесь я могу накосячить. По правому защитнику здесь Исла. У меня Куадрада, но Куадрада играл выше. Но у меня попал он в команду турнира. Ну, скажу честно, да, выбор здесь игроков куда намного качественней по игре, чем на Евро. По судейству здесь тоже было лучше сделано. То есть Европа уходит в какую-то непонятную политоту. Копа Америка реальный турнир. Где игроки более заслуженно получили место в основе команды этого турнира. Опять же, Европе, по-моему, нагнали людей, которые не смотрели этот турнир. Просто сказали, мне этот игрок понравился, не изучали и выбрали. В чем различие между журналистами, да, и тренерами, мы уже поняли по выбору золотого мяча. Когда у нас постоянно был Месси, Роналдо, вне зависимости от того, как играли два этих игрока на международных крупных форумах. Никто не вел расширенную стату, просто типа зюбы. Говорили ребятки, а, в Месси, Роналдо и все. Ну, или же пример, наблюдательный совет в РФС. То же, что он наблюдает, что он несет. Никто не понимает, заслуженные тренеры, заслуженные игроки. Но несут всякую дичь. В Европе, кстати, на Евро так же. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова